Всем привет! Это Евгений Спирдонов, канал ProHunter. Сегодня наш разговор про 22 или 22WMR или по-русски чаще его называют 22WMR. Те кто посмотрели наши предыдущие фильмы, ссылку оставлю в описании на Калашников Медиа и на этом канале. После этого, во-первых, спасибо за обратную связь, много было комментариев и, конечно, комментарии это очень важно, они позволяют понять, что сделал не так, может быть направить в каком-то корректном направлении. И многие писали о том, что патрон неправильный был, не может 22WMR так стрелять. К сожалению, вы сами понимаете, сейчас патронный дефицит достаточно серьезный, но попытался собрать по всем магазинам, что нашел и попробую ответить на ваш вопрос, как реально способен лететь 22WMR. У меня та же самая ЧЗ-455 и сегодня будет 4 типа патронов. Вот они. Так, все их вам покажу. Значит, РВС, он же Динамит Нобель, будет 40-грановая пуля оболочечная, точно такой же РВС, 40-грановая пуля полуоболочечная, софтпоинт. Компания Агила, пуля полуоболочечная, 40 гранов. И компания CCI, пулька с полимерным наконечником, вот такая вот, масса 30 гранов. Ну, посмотрим, какие результаты покажет ЧЗ с этими патронами. Надеюсь, в конце теста вопросов у зрителей будет меньше, а может быть больше. Ну, не знаю. Температура сейчас 24,5 градуса. Включаем Labradar. Дистанция будет 100 метров. Стрелять будем по 5 патронов. Так, первый у нас будет РВС SoftPoint. 610 средняя. 614 максимальная, 603 минимальная. Ствол совсем не нагрелся. Все-таки патрон не сказать, что сильно скоростной. Поэтому сразу после него FMJ, тот же РВС. 621 средняя, 632 максимальная, 614 минимальная. Ствол по-прежнему холодный, поэтому следующий будет Агила. 560 средняя, 576 максимальная, 549 минимальная. Так, ну и финал теста. Патроны CCI прям с пылу, с жару, новенькие, свеженькие. Патроны CCI прям с пылу, с жару, новенькие, свеженькие, 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 свеженькие. 695 средняя, 715 максимальная, 679 минимальная. Что ж, пойдемте посмотрим, что получилось на мешах. Так, друзья, вот наши результаты. Первым мы стреляли РВС Soft Point. Результат у нас 35 миллиметров. Второй был РВС FMJ. Результат здесь 48 миллиметров. Потом АГИЛа. Так, АГИЛа 40 миллиметров. И последним был CCI. Тоже 40 миллиметров. Вот такой вот результат. Много это или мало, судить только вам. Если вы рассматриваете 22 ВМР для охотничьих целей, рекомендую еще раз пересмотреть оба наших фильма. Мы постарались достаточно подробно рассказать вам обо всех особенностях патронов кольцевого воспламенения, о достаточной энергетике, об их кучности. Ну, мне кажется, кардинальных отличий в том, что мы получили в фильме и здесь, по-моему, нет. Ну, и, в принципе, на дистанцию 100 метров, мне кажется, практически любым патроном можно поражать дичь размером, там, например, с глухаря или тетерева. Ну, или лисицу, к примеру. В зависимости от того, на что вы планируете этот патрон. Ну, на этом пока все. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, напишите в комментариях. Если сделал что-то неправильно, тоже напишите в комментариях. Будем работать над ошибками вместе. Пока все. Если не были подписаны на канал, подписывайтесь. Если были подписаны, не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить свежие выпуски. Ставьте лайк, если все понравилось. Ставьте дизлайк, если не понравилось. На этом все. С вами был канал ProHunter Евгений Спиридонов. Будьте здоровы и ни пуха ни пера. До свидания.